В окружной столице приступили к новогоднему украшению улиц и общественных мест. Первые праздничные гирлянды уже появились на улице Смедовича. В этом году подготовка началась раньше, чем обычно, и к 25 декабря рабочие планируют завершить работы. Александра Литкова продолжит тему. В этом году все работы по украшению столицы округа к праздникам возложены на муниципальное предприятие «Чистый город». Все необходимое для создания новогодней атмосферы имеется. Согласно плану-графику, главная елка города будет установлена 5 декабря. А пока по традиции в первую очередь украшаются центральные улицы Нарьенмара. Работники «Чистый город» приступили к работам по новогоднему оформлению города. На данный момент установлен шлейф на улице Смедовича. И дальше приступили к оформлению площади в районе городской администрации. Работу планируем завершить до 25 декабря. Все работы. Что касается поселка Искателей, то к новогоднему обустройству здесь приступят 10 декабря. Провели конкурс, провели закупку. Мы готовимся к новому году, невзирая ни на какие вирусы. Поэтому где-то 10-15 декабря у нас должно быть все мигать и светить. Мы закупили атрибутику разную. Она у нас будет размещена на нашей площади. И будет размещена в сквере геологов. Будет такая красивая проходная зона пешеходная. Кроме того, в этом году в поселке Искатели появился арт-объект «Звезда Победы». Памятный знак установили в районе танка Т-34 в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Муниципальный контракт на изготовление и установку «Звезды» был заключен с компанией «Ремстройсервис» на сумму порядка 800 тысяч рублей. Мы ее еще доделаем в плане того, что не успели сделать озеленение возле нее и кое-какое еще благоустройство. Но это уже на следующий год мы ее доделаем, доведем до ума. Чтобы это была такая визитная карточка, чтобы население подходило, смотрело, подошли, сфотографировались, положили цветы на 9 мая. Памятный знак подсвечивается светодиодными лампами, а на задней стенке «Звезды» каждый год ко Дню Победы будут гравироваться различные праздничные надписи.